всем привет здравствуйте мере крисмас надо подарки купить всем сегодня пройдемся по местным лавочкам и посмотрим что продают и спросим какие цены виктор договорился с хозяином говорит иди снимай я думала он скажет иди покупай а он говорит нет иди снимай как называется этот камень у них оникс черный старт а это лапс лазули боже такие названия то не знаю но очень интересно голубой топаз холмач такой на 145 что долларов до 145 долларов это серебро все есть а еще что-нибудь красивое покажите рубин рубин настоящий рубин и сапфира 600 долларов 650 ребята если вы хотите вере экспенсив на праздник на рождество а рубин настоящий тигр беру за береза берется красиво настоящие доберу одень меня 1 день я березу ты уже хочешь не я просто чтобы было видно когда на руку лунный камень хорошо вот все три мне и купе аметист правильный магазин я зашел ходят по каким-то там ерундой занимает черный ага это мой а сколько стоит холмач черный агат 3500 это получается где-то 500 меньше чуть-чуть евро ай 40 доллар а снимите эти все но я новый буду мерить но у них оникс оникс большой а ты видишь у тебя даже не налазит ну и что а ты мне вот на этот палец вот это вот нет вот это кольцо моё оникс 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 мой оникс вот на и на это на это живу рай как лабора и лабора и любые борит какой-то лабора но очень красивые камни и это ли варает только маленькие видите как много раз это кабошон не это может этот как он березу они дают а кабошон кабошона сапфир эти берите сапфир форму кабошон это береза наверно да да это мужский тигр одень тигр ты же тигр как как будешь рчать покажи как будешь рчать красивый очень красиво на руку один что-то так не красиво не у вас его о а что вот этот знак обозначает это индустрия у нас не так раз и солнце что он говорит конечно конечно а это ваш индусский да это он а хоу мач ом такой тысячи триста тысячи двести в 1 109 а это серебро да да там провода и снимите пожалуйста мужские цепочки это мужские цепочки видно что серебро ой какие шарики очень красиво все у вас берите берите а золото есть у вас золото я делать а он делает золото а это для чего это надо это четки вот так считать надо красивые эти красивые очень не хватит спасибо а вы что-нибудь скажите прорекламируйте свой магазин вы сами скажите приходите ко мне в магазин на английском все освобождаем арену посмотри какая неземная красота платье вечерняя а там дальше есть штанишки вечерняя я зайду посмотрю но здесь чтобы зайти надо обязательно обязательно снять ботинки вот я сняла теперь могу ходить выглядит все очень симпатично как будто шелк и посмотрите у них расцветки какие ничего не повторяется а вот здесь только повторяются а это уже этот картон интересно сколько это все стоит сумочки симпатичные слон а здесь зеркала если вот так приезжать только с ручной кладью то действительно можно все 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 здесь купить купил вот такую на пляж купальник отдел и пошел-пошел парень стоит смотрит что я тут снимаю я фильму снимаю вот эти интересные тоже ничего нет так дальше иду очки какие разные how much очки 250 рублей стоят очки представляете а какой огромный выбор 250 это три евро о я хочу себе подарок очки вот такие красные такие сумочки есть мужские рубашки хочешь такую мужскую рубашку how much 450 стоит рубашка ну конечно же с ними можно торговаться шорты шорты а how much шорты до 650 чуть меньше чем 10 евро нормально а есть мужские вот такие шорты так что подарок на рождество и новый год можно выбрать штанишки говорят что это конопля не знаю правда или нет но мне похоже как раньше вот мешки были мешковина кстати шорты классные 650 может мне надо новые шорты а у них есть что было 1962 нет у них таких не будет это не серьезные у него красивые порванные все до ним написано а это наверное сережки это блесны на курина и блесны лишь крючок и а мне кажется что это такие сережки а наверху есть сумки надо тебе торбу поменять до торбу мою надо точно менять потому что ее невозможно постирать легче поменять а здесь продают шапки ну знаете это все лежит около дороги проезжает мотор машина мотоцикла все очень пыльная уби мне ковбойскую и если покупать что-то сразу надо стирать а шляпу сразу не постираешь а это что мальорка ничего себе у них есть полотенца мальорка я думаю а вот есть гуа бич а при чем тут мальорка можно кальян купить вот эти мотоциклы прикольные я теперь поняла почему их продают потому что здесь очень популярно на байках кататься на мотоциклах и привозят скорее всего в подарок такие мотоциклы там всякие шлепки о кроксы но это конечно же не настоящие кроксы но все равно можно купить и здесь самая лучшая обувь это кроксы халмать вот эти 850 стоит крокс это 10 евро нормально ловцы снов да да я самого начала хочу когда я приехала в индии я сразу сказала я хочу ловца снов а это магнит у него и ноги магнитят и руки вот смотри зеркала тебе видно там а это такие висюльки повесить наверное где-то надо на окне эти смешные посмотри как будто где-где вот как будто копыта видишь хочешь такие на новый нет о самое популярное да это очень популярно из конопли но она почему-то очень-очень такая жесткая у виктора тоже есть шапка из конопли она мягенькая полотенца на кухню и различные вот такие тапочки неправильно каблука нет плохо будет развиваться плоскостопие наверное самое популярное это вот такие всякие украшения где-то продают их серебряные просто не покрывала сосок и подарок за слонами ганеша тебе же кольцо есть на палец от крысы да да а это эти ароматные палочки на русском до лотос до лотос здесь эти подставки для них how much 150 стоит ароматные палочки а здесь всякие кружки продают написано гуа корабль в бутылочке до хороший подарок кружка я говорю круж кружек много не бывает потому что они очень очень бьются эти сумки красивые эти очень красивые вот это вот супер у матч он ушел я не успела спросить они есть вот такие еще слоны но это я не рекомендую вам покупать потому что это все около дороги вы слышите как едут мотоциклы это различные чаи с разными красивой с разными наполнителями ваниль яблоко зеленый манго и и вот всякие тоже покрывала там красивая кстати покрывала вот то как стега на а а хау мать 3000 это 3000 с чем-то 3000 с чем-то очень стега на но их тяжело делать да а там со слоном есть кусочков да с кусочков а это смотри огоньки играют от этого от этих да а это надо бы крутить и она вот так будет крутиться не это ветер будет ветер классно мне очень нравится вот этот магазин здесь продают всякие лампы такие как китайские а больше всего мне конечно нравятся вот эти гамаки очень хороший подарок на новый год на рождество или вот такой здесь можно просто сидеть как кресло представляешь вот так вот садишься и ты в кресле классно очень красивая вот это очень красивый и тоже продают всякие покрывала ребенок спит есть рюкзаки представляете папа работает а жена с ребенком тоже здесь how much 350 спасибо так хорошо по-русски говорит интересно сколько вот коврик в других магазинах 500 везде фиксированная цена но это толстый тоже хороший подарок да здесь в гоа очень актуален 400 я платил да мы 350 евро а здесь продают если вы уже собрались ехать домой вот такие настоящие вещи шапки-ушанки разные тапки мотоциклетные всякие шапки а это перчатки как у волка прикольно ой несет сколько много о какая красивая how much такая this one is one thousand dollars тысячи триста тысячи триста да а как спросить какой зверь мяка 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 овечка очень красивая спасибо это дешевле это дешевле понятно да 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 это тысячи триста супер а это магазин где продают кожаные сумки вот если здесь купите сумку то это точно будет в единичном экземпляре скорее всего ребята может сами где-то шьют интересные вещи но она такая знаете тяжелая тяжелая есть рюкзаки и все из кожи разные эфи о halt когда ты такую похожую сумку смотрела у нас дома классно how much two hundred threeста две триста ага красивые у него сумки очень даже есть жилетки из овечки и разные разные сумки вот хороший магазин зашли и И различные маленькие сумочки, кошельки, ремни. Вот это хорошие подарки, я считаю. Действительно эксклюзивные. А может просто кепочку? Вот такую. Вирджиния бич. Вот, как продают специи. Прямо на улице. Чёрный перец, а это палочки. Очень много различных у них палочек на любой вкус. Тапок много разных. Янтарь есть. Янтарь! Амбар, амбар, амбар. Даже и близко не похож. Не-а. Не-а. А тяжёлый какой. Но красиво. Он тяжёлый. Да. Это камень какой-то. Но красиво. Смотри, вот это какой-то камень. Он тяжёлый. Но они скажут, что это янтарь. Наверное, все из Индии привозят слонов. Хотя говорят, в штате Гоа живых слонов нет. Когда-то был один, но сейчас его нет. А это, скорее всего, они так отпугивают по вечерам комаров. Уже не первый раз встречаем, а куривают свои лавки. Есть очень симпатичные платья. Допустим, вот как это. Допустим, вот как это. Красивое. И туда вглубь, посмотрите, какой он огромный. Вон, там можно идти, идти, идти. И это симпатичное платье. Женщина говорит, хороший прайс, посмотри у меня. Ну, давайте посмотрим. Черепа какие-то, бусики. Это нам на пляже носят. Ой, носят на пляже каждый день по 10 человек. А ты что хочешь на Новый год? Ну, как что? Как истинная ворона. Все эти кольца, которые у меня были на руках. Ой, собачка пришла. Она, вот видишь, тоже подтверждает, что мне нужны кольца. Ну, хотя бы одно. Барабаны тоже по пляжу носят ребята. Но гитары не носят. О, есть и гитара, точно. А можно взять на прокат гитару, поиграть и оставить? Нет, здесь должны быть какие-то палочки. А здесь надо вот... Классно. А здесь вот так. Другая сторона. Как? Бьешь и вот здесь ходишь. Вот так. И вот так вот глядешь. Не внутри, а снаружи. Ага, еще сделай. Обалдеть. А здесь продают различные шарфики. Если вы собрались домой, то обязательно надо купить в подарок вот этот красивый. А здесь маленькие такие тарелки, которые стучишь, и они там красиво поют. How much такая тарелка? Вот такой? Да. Вот такой 800 рублей. 800. А большая? Большой вот такой там. Вот большой, 1200. А это что такое? Это другой материал. И сколько такая стоит? Вот такой 5500 рублей. Ого. Такой полторы тысячи. А, ясно. А самый дорогой сколько стоит? Самый дорогой? Да. 450 долларов. 450 долларов. А что с ней делать надо? В Тибет. В Тибет ехать? Семь металлов. А, понятно. Спасибо. Вот такой только одно металл, бронза. Бронза. Это семь металлов. А, семь металлов там. А это что такое? Это спецка. А, и специи-то лучше? Специи. Вот такой тоже специи. Дерево. Дерево. И сколько такая стоит? Такое еще 750 рублей. Это вольный. А вот это что такое? Ручки. Ручки? И фарфарничок. А, это в мебель такие ручки? Мебельские ручки. Прикольно. Представляете, какие они все красивые? Вот этот магазин очень интересный. Я всегда, когда прохожу, смотрю на него, здесь продают натуральные вязаные вещи из шерсти. Такие теплые-теплые свитера. Смотрите, какие красивые. А how much вот такой свитер? How much? How much? This one? Да. One thousand, что-то 1500, наверное. Вот эта красивая расцветка напоминает чем-то наш флаг. Прикольно. Не хочешь такую? Хочешь такой шерсти? Шерстьяка. Ой, не, не хочу. Мне жарко здесь. И вот здесь продают разные вязаные вещи. Вот эти шапочки из конопли. Их очень много везде. И вот эти всякие кошельки, это тоже все-все из конопли. Вот такие шапки. Там носки. Рюкзаки. Да, эти вещи, конечно же, оригинальные. Таких нигде не купишь. Скорее всего, это везут из Непала. Ловцы снов. Вот такие пончо продают. Теплые очень. Шарфики. Много всего. Красиво. Светарочки. Может, и пользуются спросом, когда люди уже едут домой. Вот это интересное, да? Там только горловина. Такая разлетайка. Вот какие носки. Очень-очень-очень теплые. Вот. Виктор говорит шерстьяка. И он показывает шерстьяка. Ага. А, она да. Вот как верблюд, да? Как кэмел такой, но... А он говорил, да? Хаумачь, забыли. Забыли. Ну что-то 1500-1600. Нет, трая, это три. Три, да? 1000 и три, да? Ай, пять. Нет, пять. Как я выгляжу? Хорошо. Отлично. Она колючая. Очень колючая. Вот это вот все из Гималай. Вот такие шапочки вязанные. Вот такие. О, к той кофте надо обязательно вот такую шляпу. Представляете, какая красивая большая простынь. Но это, скорее всего, не простынь, а потом на кровать ложить, покрывала. Ручная работа. How much? What, how much? 7000. 7000. 7000. 100 евро примерно. Очень красиво. Очень красиво. И дизайн его. Да. Особо нигде не украшают, но здесь вот подошли хорошо к этому. Крисмасу. Висят огоньки, вечером зажгут такие звезды. В них тоже бывает лампочка. Можно я пройду? Ой, спасибо, большая собака. И даже что-то наподобие елки, они ее украсили. Наверное, это единственная елка, которую мы здесь встретили в Орамболе. А, обмен денег. Вот, пожалуйста. Снеговики. Ой, не снеговики, а Деда Де Морозы. А если ничего не найдете в самой деревне у продавцов, можно прийти на рынок, который проходит каждый вечер на пляже, и что-нибудь необычное, оригинальное купить здесь. Здесь действительно есть очень необычные вещи. Вот, допустим, открытка с Гагарином, или с Винни-Пухом, Лев Толстой. Дреды сделают. А вот интересно, как их делают, эти дреды. Берут свои волосы и наводят бардак на голове. Спутывают их. А мне можно вот это все так? У меня три волосины тут есть. Дреды сделают. Ой, было бы ржачно, если бы Виктор был с дредами. Вяленые томаты, монеты. Какой-то чай китайский. Ой, еще вкусняшки. Ну да, вкусняшки как-то сейчас не актуальны. Сейчас и подарки нужны, да. Вот эти палочки. Я, кстати, про них слышала. Их надо поджечь, и они как-то дымятся. Вот я бы хотела такой подарок. Необычный. Палочки. Палочки вот эти. Палло Санта. Я вечером сделаю. У меня пила есть. Ай, сам сделаешь? Вот это еще не видела. Какие-то картины. Не понять, что это. Лягушка, не лягушка. Мумио. Абрикосовое масло. Здесь у женщины всегда идет очень бойко торговля. Она продает какие-то вещи. Я только не знаю, откуда она их берет, эти вещи. Так. Что здесь? Кришнаиты собираются в свой путь. Сегодня с флагом пойдут. Да, праздники же. Они каждый божий день ходят. Трубы. Какие-то трубы. Тебе не нужны трубы за 700 рублей? Книги. А, это кришнаиды свои книги продают. Палочки ароматные. Я тебе покажу самую бесполезную вещь в Гоа. Это что? Носки. Да, действительно. Носки здесь не нужны. Будут все вот так. Будут все босиком. Чувствуешь, что скоро Новый год? Да, да, да. Сидит парень, на коробке написал. Собираю деньги на путешествие. Люди проходят и дают ему денежку. Это что, намек тому, что и мне пора сесть и просить денежку на путешествие? Да. Да. Столько подарков, аж голова кружится. Что ты выбрала? Я, конечно же, кольцо. А ты? А я выбрал шапочку. Какую? Из белого налога. А я думаю, ту шапку, которая как литовский флаг. Да. Да. Обязательно напишите, что вы получили в подарок на Рождество. Мерик Рисмас. Не забывайте лайкосик. Лайк ставим. До скорых встреч. До свидания. Уже завтра. Пока-пока.